МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробно продолжает эфир телеканала 24КЗ. Здравствуйте! Британский учёный Оксфордского университета Стивен Хокинг предсказал конец света. По его мнению, опыты с бозоном Хиггса могут уничтожить две фундаментальные основы мироздания — время и пространство. Хокинг считает, что дальнейшие опыты с частицей бога, как ещё называет бозон Хиггса, приведут к катастрофе в масштабах Вселенной, так как она имеет очень опасный потенциал, и апокалипсис может наступить в любой момент. Эксперименты с высокими энергиями, с использованием мощных ускорителей, которые в настоящее время проводят учёные, только лишь ускорят приближение конца жизни на нашей планете. По Стивене Хокинге, бозоне Хиггса и о том, действительно ли его открытие способно погубить человечество, поговорим сегодня в программе «Подробно». Бозон Хиггса — это элементарная частица, обнаружить которую на протяжении нескольких десятилетий мечтали учёные физики всего мира. Ведь именно её не хватало для того, чтобы теория, дающая объяснение устройству окружающего нас мира и его материи, окончательно восторжествовала. Согласно общепринятой модели, именно частица Бога делает все остальные частицы весомыми, наделяя массой вещество во всей Вселенной. Чтобы обнаружить проклятый бозон, есть у него и такое название, учёными был создан большой адронный коллайдер, в котором со скоростью света неслись навстречу друг другу, а затем сталкивались в протоны, создавая так называемое поле Хиггса. Опыты завершились успехом 4 июля 2012 года, когда учёные заявили о найденной частице Бога, пригласив посмотреть на результаты своих трудов самого Питера Хиггса, предсказавшего обсуществование бозона, названного впоследствии его именем, ещё за полвека до открытия. Создание Большого адронного коллайдера разделило учёный мир на две части. Одни называли его важнейшим открытием в истории науки, другие предрекали едва ли не начало вырождения цивилизации, так как человек покусился на святое, принялся оспаривать общепринятую теорию мироздания. Одним из ярых противников использования гигантского ускорителя частиц стал Стивен Хокинг, британский учёный с непростой судьбой. Ещё в начале 60-х годов прошлого века у 20-летнего Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, который со временем привели практически к полному параличу. Сначала учёный утратил способность двигаться, а затем и говорить. Хокинг буквально жил в кресле-каталке, в которую был вмонтирован синтезатор речи. Подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплён датчик. С его помощью физик уже на протяжении многих лет управляет компьютером, позволяющим ему общаться с окружающим миром. Несмотря на тяжёлую болезнь, Хокинг ввёл активную жизнь и имел весомый авторитет в научных кругах. Учёный был категорически против создания, тем более запуска, большого адронного коллайдера, то есть ещё задолго до открытия частицы Бога. Известный физик предрекал, что в процессе столкновения протонов может образоваться небольшая чёрная дыра, которая неизбежно станет увеличиваться в размерах и поглощать всё вокруг. Британский учёный утверждал, что чёрная дыра засосёт не только большой адронный коллайдер, но и всю планету. И на этом убийственный процесс не остановится. После Земли образовавшийся гравитационный коллапс примется за уничтожение всей Солнечной системы, а на закуску съест и само Солнце. По прогнозам Хокинга, подобное развитие событий вполне реально уже в ближайшие 100 лет. Стоит отметить, что апокалиптический сценарий был описан американским физиком Джозефом Ликкиным, причём основывался он уже на знании о существовании Бозона Хиггса. Из расчётов Ликкина следует, что Вселенная очень нестабильная, к её гибели может привести некое случайное событие, такое, к примеру, как поломка Большого Адронного коллайдера. Впрочем, не всё так драматично. Подавляющее большинство учёных-мужей не разделяет пессимистическую точку зрения Стивена Хокинга и Джозефа Ликкина. Да и сами они поясняют, что для современного уровня развития земной науки не представляется возможным вызвать нестабильность Бозона Хиггса, поскольку, согласно их подсчётам, для этого потребуется мощность порядка 100 миллиардов гигаэлектрон-вольт энергии. А чтобы достичь такого уровня, нужно будет создать Адронный коллайдер величиной с нашу планету. Но ведь и сам Питер Хиггс не верил в открытие частицы Бога и даже, по слухам, поставил на провал своей затеи 100 долларов. Но наука не стоит на месте. И то, что 50 лет считалось абсолютной фантастикой, сейчас мы воспринимаем как само собой разумеющиеся. На этом у меня всё. Напоминаю, что все наши программы вы можете посмотреть и обсудить в аккаунтах подробно в популярных социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.